Друзья, чтобы нам научиться стоять в стойке, мы поднимаем руки и сгибаем колени. Когда мы сгибаем коленки, у нас уже возникает понижение центра тяжести, что увеличивает нашу устойчивость. Теперь мы хотим увеличить площадь опоры. Мы делаем носочки врозь и потом пяточки врозь. Мы увеличиваем площадь опоры, но она еще не закреплена, и нам придется сделать движение тазом вперед. В принципе, у нас сформировалась стойка, в которой я могу плечи расслабить, а нижнюю часть напрячь. И сейчас мы проверим, как Сергей понял это задание. Мы его толкнем сюда, видите, он стоит. И толкнем сюда. В этих направлениях стойка будет менее устойчивая пока, но в принципе Сергей справился. Теперь смотрите, чтобы у него коленки не разъезжались, мы дадим ему мячик. Чтобы он его здесь удерживал, да? Ну и как я? Отныне существует нулевой уровень. И я хочу сказать, что эта стойка на китайском языке называется Иджикин Юнгма, что означает держать ногами дикое животное. Но дикого животного у нас сегодня нет, поэтому вместо дикого животного мячик. И мы будем попробуем забрать у него. О, не держит ногами, видите? Ну-ка еще раз. Так, держи дикое. О, видите? Сиди, сильнее держи, да? Прямо оно хочет вырваться, да? Но многие вещи, они получились исторически. То есть действительно, когда люди здесь начинают создавать такое напряжение, его вроде бы не видно, да? То у него получается напряжение внизу. Сергей, как сверху? Руки сейчас сильно напряжены? Если внизу напряг? Свободнее. Во, отлично, держит. Теперь смотрите, чтобы руки не напрягались, мы используем секретную технику, тоже привезенную из Китая. Вот, Сергей, как ты думаешь, что надо сделать, чтобы руки не напрягались? Расслабить плечи. Да, как? Вытягиваем руки вперед, да? И мы их наоборот нагрузим. То есть, если Сергей сейчас будет напрягаться, ему будет очень тяжело держать. Но если он будет их расслаблять, он сможет долгое время находиться в этом положении. Так вы тоже можете тренировать стойку. Есть вариант, когда мы эту стойку усложняем и делаем ниже. Получается стойка всадника. Ну, пока что мы ее не будем. Мы пока такой простой вариант посмотрим. Да, в статике мы учимся расслабляться и находить равновесие и спокойствие. Внутреннее умиротворение. Внутреннее умиротворение. Внутреннее умиротворение. То есть, это очень важный такой момент, который у нас возникает при изучении боевых искусств, особенно кунфо. Можно назвать это терпение, да? То есть, многие люди нетерпеливые, они не могут сразу научиться расслабляться в их ситуации. Они будут делать лишние движения. И вот сейчас Сергей как раз работает с тем, чтобы он прорабатывал внутри себя силу. Вот сейчас внутри него циркулирует сила, которую называют ЦИ. Это жизненная энергия человека. И вот хоть и он стоит неподвижно, да, но вы можете заметить, вот если так приблизитесь, что все равно внутри него что-то происходит. То, что он делает определенную работу. Окей, Сергей, как? Хорошо? Работаем. Если Сергею легко, мы можем усложнить специально для Сергея, потому что я знаю, что Сергей, он на самом деле способный человек. Мы сейчас сделаем ему вот так вот, он его будет держать, а эту руку он вернет сюда. Да. Такое же движение делал у нас немало всем известный человек в Брюсселе. Сергей, а как сейчас ощущения? Что-то новое. Что-то новое, да. Вот если мы подождем какое-то время, да, то есть вы тоже можете засекать, да, то есть не надо так делать, чтобы рука сильно перенапрягалась. То есть, ну вот по ощущениям, да, поработали, да, подержали, рука начала немножко уставать, да, вы можете поменять руку. Вот. Сергей, поменяй руку, пожалуйста, другую, чтобы… Ну, тоже не будем снимать. Можно сказать, что прошло там 15 минут. Вот, то есть можете засекать, да, сколько времени вам будет комфортно держать. Если вам тоже легко, вы можете смещать баланс вот сюда, например, да. Удержать. Отлично. Видите, палка ровная, значит, у Сергея с равновесием и чувством баланса все хорошо. Да, Сергей? Да. Все хорошо. Вот, отлично. Таким способом можно научиться расслаблять руки. Если у вас, Сергей, нету, да, палки, то есть, ну, друг, нет, вы можете руки просто держать перед собой, да, то есть выпрямить их и держать перед собой. Иногда в Китае принято держать руки вот в такой круглой форме, да, то есть, и держать тоже какое-то время, при этом расслабляя суставы и не напрягая вообще верхнюю часть тела. А все напряжение уходит у нас вниз, вниз в стойку и ниже. Вот, проверим, как. Не забыл он там держать? Держит. Хорошо. Молодец. Сергей справился с первым заданием. Поздравляю. Теперь можно немножко расслабиться, да, вот, встряхнуть руки, встряхнуть ноги, потому что если вы будете долго не расслабляясь, да, вот прямо вот встряхни руки, ноги, то есть покрутили только тазом, да, если вы будете долго используя статические упражнения, да, вы можете себе немножко пережать в каком-то месте, да, поэтому без фанатизма постепенно учимся ставить стойки. Следующее упражнение мы называем понятие, что такое центральная линия, да. Центральная линия – это воображаемая линия, которая соединяет двух человек, меня, то есть, да, и Сергея. Если мы, вот, возьмем, используя наш любимый предмет, вот, то вот можно сказать, что вот вдоль палки будет проходить центральная линия. Она может проходить на разном уровне, да, то есть воображаемо ниже чуть-чуть, да, здесь, 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 да. Если мы понимаем, как работает центральная линия, да, то мы можем сказать, что все атаки, которые будут направлены в Сергея, например, удар, да, будут направлены в центральную линию. Если я буду боковую атаку использовать, тоже будет атака в центральную линию, но сбоку или с угла. Что это нам дает? Это нам дает понимание, что если мы защищаем центральную линию, то мы защищаем свое тело. И наша задача сводится к тому, чтобы мы выбирали траектории, по которой могут быть выполнены атаки, и защищали пересечение траектории, да, то есть, как это выглядит. Шаг вперед. Чтобы одержать победу, нужно найти слабость соперника и заставить его страдать. О-о-о, да! Его же силу и использовать против него, пока он не сдастся или не бросит это дело. Сергей, если выпрямит руки вперед, то обязательно, чтобы он стоял в стойке, чтобы он ее не забыл, да, то у него возникает вот такая устойчивая конструкция. Она похожа на треугольник, да, а треугольник, вы знаете, это такой символ лидерства, да, символ победы, клин, да, то есть, достаточно устойчивая конструкция с основанием в стойке, да, которую сложно сдвинуть. И когда атака выполняет свое направление, она уходит по грани этого треугольника в плечо. Теперь, смотрите, если мы этот треугольник, ну, вначале делаем неподвижный, да, потом он начинает тоже у нас быть подвижный. А подвижный за счет того, что у нас есть сгиб и разгиб в локтевом суставе. И когда идет атака, Сергей может выпрямить руку, да, вперед, да, держи треугольник. Вот, две вначале, да. И, или с другой стороны, да, он опять приготовился, да, вот. Понятно, что если он так будет делать, да, то моя атака будет уходить с плеча. Если атака пошла изнутри, он будет также упрямлять, да, то есть, у него будет треугольник, ну, получается, изнутри такой, да, то есть, вот, сюда лезть. И, ну, это базовое упражнение такое, чтобы было понятно, как делать движение. Но потом мы его немножко усложняем, и мы делаем две руки, которые двигаются и создают один треугольник, потом второй, да, то есть, меняются. Попробуй, Сергей, поменять руки. Да, получается что-то похожее на движение паровоза или на движение циркулярной такой пилы, да. То есть, одна рука уходит, вторая приходит. Вот. По такой траектории могут двигаться у нас руки для атаки и защиты. Если мы будем выполнять движение вперед, да, и устойчиво, да, стоять в стойке, как я сказал, то такое движение может выполнить контратакующие действия, да, если Сергей сейчас соберет здесь кулак, да, у него получится контратака. Вот. В принципе, это самое простое движение, которое есть. То есть, сейчас мы не рассматривали перемещение шаги, мы рассмотрели понятие центральной линии и понятие стойки, да. Вот. Если изначально мы не уделим внимания стойке или понятие центральной линии, да, то при перемещении могут возникнуть сложности. Какие? Например, Сергей пошел атаковать, да, и забыл про стойку. У него возникает потеря стойки, потеря равновесия. Или он пошел атаковать, но у него была слабая рука, то есть он не выстроил треугольник. Он пошел навстречу, да, иди, шаг. И получается, что или он идет как бы и защищается, да, выполняет защиту, или он идет, и у него рука слабая, тоже. Тогда он, получается, встречает атаку лицом. Из всех сувениров у нас остаются разбитые в кровь кулаки и сломанные кости. Супер! Что не очень хорошо для боевых искусств в целом и для здоровья человека. Вот. Поэтому следите, Сергей, за стойкой и за центральной линией. Субтитры создавал DimaTorzok